Как вы себе видите проблему объединения Кореи на ее нынешнем настоящем этапе? Вы знаете, мне к сожалению должен признать, что кажется в ближайшее время и даже может быть на моей жизни объединения Кореи не будет. В последнее время появились такие мнения о том, что коллапс приближается, что лидер болен сильно, что экономика совершенно плачевна. Но я думаю, что в середине 20-х годов я был один из многих тех, кто считал, что объединение будет и будет по типу Восточной Европы. Это такой демонстрационный эффект. Мы видели, что вся Европа по принципу домино сложилась. Монголия последовала, и вроде как следующее нас стоило ждать Корею, тем более и товарищ Кемерсен умер в 1994 году. Но этого не произошло. А сейчас ситуация немножко другая. Я думаю, что я бывал и на юге, и на севере. Настолько разные люди, настолько сложно объединить. И в принципе, если в 50-е годы они могли это сделать, пусть военным путем, но сами в меньшей степени зависимы. Сейчас они настолько зависят от внешних сил. То есть для исчезновения воли внутри... Южанам это не нужно абсолютно. Северяне они немножко как бы... Поэтому я думаю, что объединение, к сожалению, для корейцев, это не дело ближайшего будущего. Объединение возможно только под влиянием внешних сил. А внешние силы это сейчас Китай, Япония, США и отчасти Россия. Отчасти? Отчасти. Россия влияет гораздо меньше сейчас, чем в советское время. По той простой причине, что Китай и США успешно оттеснили ее от всех рычагов принятия решения в этом регионе. Но проблема в том, что ни США, ни Китай, основные игроки здесь, не заинтересованы в объединении. Они играют с этой информацией. Они говорят, что да, это в принципе теоретически возможно. Но никогда на это не пойду. Почему? Китаю выгодно держать Северную Корею как пугало для США. США, возможно, хотели бы... Вы сейчас поспорите с вами. Я не профильный специалист, поэтому мое мнение будет топтаться сегодня. Это я точно знаю. Так вот, ситуация такая. Китай не заинтересован в крайнем объединении Кореи по той простой причине, что ему необходимо существование Северной Кореи как ядерной державы, которая может в принципе дестабилизировать ситуацию обстановки в нужное время, в нужной дозе и так далее. И в этой связи они, на мой взгляд, предполагают, что появление и даже предпочтительно быстрое появление Ким Чу Нуна как наследника было бы выгодно, потому что Ким Чу Ныр все-таки это человек, который более-менее состоялся, и он знает, что он хочет. Более того, у Ким Чу Ныра очень серьезные связи в России, и Китаю это может быть не нравится. Поэтому здесь своя игра, а объединение здесь всего лишь один из факторов. Скажем так, вот идея использовать Северную Корею как средство дестабилизации и средство оправдания своих проектов, это скорее к Соединенным Штатам, а не к Китаю. То есть интересованы больше Соединенные Штаты, чтобы Корея существовала, а Северная Корея существовала? Северная Корея это очень хороший жупел, который отнюдь не так опасен, как о нем трубят, но при этом является очень хорошим оправданием того, зачем Соединенные Штаты держат войска в Южной Корее, зачем Соединенные Штаты наращивают и имеют свою вооруженную группировку в Зязко-Тихоокеанском регионе в целом. Потому что если Северная Корея каким-то образом изменится к лучшему, то возникает вопрос, собственно, против кого мы в этом случае дружим. А пока у нас есть Ким Чен Ир, из которого очень старательно делают образцового главного гада из плохого комикса, это как бы отвечает на нужный вопрос. А Китай и Северная Корея нужна, но нужна скорее как буфер и как территория, которая будет входить в так называемый Джоу Бянь Вай Дзяо, благоприятная окружающая среда. Потому что при тех проблемах, которые испытывает китайская народная республика при своем быстром росте, а меньше всего им нужны большие проблемы на границах, меньше всего им нужно сейчас тратить свои силы на решение каких-то внешних проблем, потому что хватает внутренних.